друзья всем привет всем привет вы на канале андрей июля и мы сейчас находимся на мальдивах это наш второй остров остров скажи разду о о стоп осторожнее тут ездят доброе утро друзья переезжаем на следующий остров разду кажется разду да вот такой паром всю ночь шел дождь заливал просто такой ветер но одно разу что паромчик медленно плавает а а а а а а а а а и и и и и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, прошлый остров был Тодо Это был остров километр на полтора примерно Этот остров 400 метров на 500 метров Опять же примерно Но вокруг здесь есть куча резорт-островов На карту посмотреть, там такие прям кольцо, атоллы В общем, мы здесь опять же на три дня И будем изучать этот остров Нам будет порядок Еще везде строятся, строятся, строятся А это школа, да? Ну, смотри Короче, сейчас у нас экскурсия по острову Мне это напоминает какую-то деревню гоблину Знаешь, там ходят, что-то носят, возят А вот и барышни идут Тоже с нашей лодки, ребята Все, смотрите, мы на другой конце острова Вот уже, видите, океан Все, приехали, вылазим, Вань Небольшой обзор нашего бич-коттеджа Вот это Амир, парень, который нас встречал Там уже океан В общем, номер у нас пока занят Освободиться в 12 часов Тут неплохо так Ну, пока здесь расположились У нас вот сумки Здесь дают на прокат вот эти вот лодочки Тут по 50 долларов на целый день На двоих Но сказали, что с Ванькой можно и втроем Юля не хочет, конечно же, боится Есть Такая лодочка на одного И завтраков здесь у нас не будет Завтраки сами себе как-то будем решать Но есть микроволновка Чайники В общем, печку я не вижу никакую Номер мы получили Сейчас Иду в магазин Хочу Посмотреть, что тут Можно купить, покушать На карте я посмотрел Несколько магазинов Супермаркетов С продуктами Иду в разъеху Посмотрите, бананы растут Остров такой маленький Что просто вот стоишь Где-то на перекрестке Вот я там стоял И видно Слева, справа, спереди и сзади море Вот смотрите, море там Море там Этот парень Нам сказал, который в этом В отеле Что на этом острове есть полиция В общем, есть все службы А говорит она К примеру, в острове Тоду Полиции нет Поэтому здесь Если берете мотоцикл Нужно обязательно иметь Удостоверение вождения И оно должно быть обязательно Мальдивское Не знаю, как его получать, конечно У меня есть, к примеру Категория А Я могу ездить в мотоциклах Но оно у меня не мальдивское Понятно А международное Он сказал, что оно не подходит Вот один из магазинов Хэппи Плаза Зайдем, посмотрим Hello Так, бананы есть Отлично Есть арбузы Да, ребята Все привозное Даже ценникам нет Сейчас будем Спрашивать Печеньки Такие крикешсы Да Ценников не видно Это от комаров Кстати, комаров здесь много Вот сидели Нас заедают А арбуз 20 Этих Руфи за килограмм Банан 60 Хотя он Растет на всех деревьях Здесь есть еще Вот такой магазин Как Магнум Но он закрыт Не знаю Позже Окей Короче Выбор магазинов Небольшой Да, и в магазине Выбора вообще нет никакого Остров Разду И мы находимся В Beach College Это наш guest house И вот сразу Здесь у нас море А где же у нас Где дом? В общем, есть Как бы свой пляж Но этот пляж Для местных Там не покупаешься В купальниках Поэтому Ну, можно Пойдем На дом Ну, давайте Да Потому что Там дом И море Море Да, все правильно Молодец Чем мы уходим Туда Не понятно Вот смотрите Здесь написано Дресс-код Для туристов В общем Не ходим Тут в купальниках Честно говоря Здесь как-то Так себе Грязненько В общем Это местный пляж Вот 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 что такое Мальдивы Просто Пляжи для туристов Их немножко убирают Вылизывают А вообще Все мальдивы Вот такие Вот так вот В общем, друзья Что я могу сказать Вот пока Первое На вскидку Может это Эффект Первого дня Но мне здесь Нравится меньше Чем на острове Тоду И на это Есть ряд Причин Но первое Мне кажется Здесь грязнее Во-вторых Здесь для ребенка Вообще Нет никаких Друзей То есть Это остров Не для Посещения С детьми Ну потому что Берег плохой Поэтому С детьми Не едут То есть Заход Не пологий Сразу Там камни Поэтому Буду рад Может быть Ну и вообще Он как-то Меньше Кстати Лисица Лисица Видите Это Летучая Лисица Села На пальму Сейчас я покажу Поближе Главная Наша Примечательность На этом острове Это вот Эта площадка Мы здесь На 3 дня И похоже Будем сюда Ходить Каждый вечер Ну кроме Площадки Тут еще Есть Как бы Снорклинг Вроде Горят Неплохой Но я пока Не видел Да Вот только Вечером Можно выходить Сюда Ну может Рано Утром И Дайвинг Вроде Как Тоже Можно Да На острове По разным Данным Живет Тысяча Тире Полторы Тысячи Людей Площадка С видом На океан Возле Морского Порта Будете На этом Острове Знайте Что Она здесь Есть Ну если У вас Дети Это Интересно Вот В общем Я так понимаю Она очень Грязная Потому что Никто Не катается Сейчас Ванина Белая Рубашка Станет Черной Вань Не лезь Да ну Смотри Оно Все Прогнило Вот эти Ступеньки Гнилые Видишь Не надо Там Муравьи Вообще Ходят По этим Трубам Посмотрели И пошли Дальше Ну вот На каждом Шагу Есть Такие Дайвер Центры И еще Ребят Тут Огромная Просто Телевышка Куча Антенн Наверное Хорошая Связь Интернет Кафе На пляже Но В нейм Кстати Не Есть Что А Алименты Друзья Здесь Есть Даже Спортзал Ничего Себе Настоящий Спортзал Да Настоящий Спортзал Ну это Это кинотеатр Юля Синема Реально Кинотеатр Опять же Дайверы Собираются Здесь В общем У них Это выборы Это Кандидат Под номером Три Есть еще Кандидат Под номером Четыре На другом Конце Острова Ну Наверное Мэра Острова Или Кто Вне Смотрите Можно Купить Какие-то Hello Футболки Мальдивы Шарк Тебе нужна Какая-то Лагун Ресторан Еще Есть Бургер Брекфаст Смотри Континенталь Американ Мальдивы Это Это Просто Реклама Да А где Сам Ресторан Барышни За рулем Ездят Island Сувениры Island Art Идем Ищем 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 Мороженое Ищем Тут У нас Вообще Какой-то Промтовар Тарелки Разные Всячина Здесь Вещи Это Я так понимаю Центр Ну как бы Туристический Что ли Мне кажется Туристы Еще не повылазили Привет Вот народ Тут живет Я так понимаю Это дом Мальдивский дом Вот завтра Друзья Мы едем на экскурсию Даст Бог Будем плавать С вот этими Всеми Мантами Черепахами Акулами Поэтому Подписывайтесь Ставьте лайк Нам Чтобы нас Не съели Эти Акулы Вот конфетки Куплю 20 Руфи Мороженое Где-то по 45 Они На вскрыт Поговорят Все подряд Вещи Шлепки А берем 25 Закачан Да Давай Ваня В микроволновке Подогреем Там есть Меню Похоже Что можно будет Посмотреть Что почем Ну смотрите Да Прям вот На супах По 35 А смотрите Мороженое Просто я привыкла К тем ценам Ребята Смотрите Мороженое Фреши 55 60 Шалоу Лагун Или Шалоу Лагун Реставр Ну Для этого Острова Очень прилично Я скажу Ребят Знаю Маленькие Амилу Вот Здесь Такие Качели Нормально Очень Нормально И цены Вроде Ничего Так Можно Здесь Будет Завтра Поужинать Можем После Семи Вечера Но Позавтрак Можем Семи До Одиннадцати У них Сейчас Будет Ужин Для Гостей Вот Здесь Отель Есть Как Оказалось И Мы Сейчас Возьмем Контакты Этого Отеля Нам Он Понравился Ну По крайней Мере Вот Такая Ситуация О Это Очень 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 А это Кто У нас Тут Да Ладно Первый Раз Да Хорошая Вилла А А вот Сидят Смотри Смотри Он Покакал Так что Где А вот Смотри Сюда Вот Попугай Видишь Друзья Доброе утро Доброе утро Доброе утро И мы Пришли На завтрак В отель Шэдоу Лагун Лагун Мы были вчера Здесь Нам понравилось И ребят Мы Походили по острову По всему И Поняли Что Здесь Наверное Самый Лучший Завтрак И Вообще И Наверное Можно Как Взять Его На Шведском Столе То есть За 10 Долларов Там Просто Люди Отдыхают В отеле У них Шведский Стол Можно Пройти Заплатить 10 Долларов И По Завтракам На Человека А Можно Просто Заказать Завтрак Из Меню Там Есть Американский Завтрак Континентальный И Мальдив В общем Завтрак С Омлетом Двумя Шестьдесят Руфи Шестьдесят Это Четыре Доллара Я считаю За Четыре Доллара Отличный Завтрак Мы Взяли Два Завтрака Потому Что Нам Достаточно Ваня Я Отдала Своем Бит Я Вообще Пусть Не Хотела Ну То Нам На Троих Два Завтрака Достаточно Сегодня Хорошее Утро Для Того Чтобы Поплавать В море И Поискать Акол Чего Там Ищем Черепах И Мант И Мы Едем На Экскурсию С Нашим Проводником Амиром Мы Будем Сегодня Одни На Экскурсии Экскурсия Длится Два Солны Часа Амир Предоставляет Ласты Маски Трубки Также Будет Снимать Это Все На Свою GoPro У меня Есть Своя GoPro Я Буду Тоже Что Снимать Должна Быть Интересная Экскурсия Здорово Амир Здорово Как ты? Здорово Как ты? Здорово Кстати Сегодня Возможно Будет Дождь Потому Что Тучки Такие И По прогнозу Была Дождь 12 Часов Дня Ну Посмотрим Амир Говорит Что Нам Очень Повезло С Погодой Потому Что Море Спокойное Ну Посмотрим А А вот там Ребятки Вот там Коса Видите Туда Можно Заплыть На лодке И Походить По этой Косе Пешком Там Ребятки 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Друзья, давайте мы сделаем обзор нашей комнаты, где мы живем. Этот вентилятор спасает. Кондиционер. А это общая? Да, это общая. Есть водилка, есть два дивана. Даже здесь есть телевизор. Смотри, какой. Мы ни разу здесь не включали. Но у нас есть соседи. Один, два. Телевизор. Да. Да, тут есть YouTube. Очень круто. Воду меняют все. Вот на одной кровати мы тут втроем и спим. Места маловато, конечно, на троих. Подушку. Так, здесь вот. Вот окно какое-то куда-то туда. И вот такая ванная комната. Бешевая. Такой бойлер электрический. Фен. Рукомойник. В общем, все чисто. Все аккуратно, ново. Но мало. Мало места. Особенно мы с нашей большой сумкой, рюкзаками. Да, ребенку бы еще кровать. Ну все такое чистое, современное, новое. Неплохо, в принципе. Ну, хорошие хозяева. Но опять же, не хватает завтрака. Не хватает завтрака. И у них они вообще, в принципе, не предусмотрены. То есть они не то, что мы там. Они не кормят людей. Но мы нашли хорошее кафе. Кто? Да. Вот, ребят, мы вам показывали. Это мусор. Shadow Lagoon. Это Ваня нашел стекло и носится. Да, есть гладилка. Мы тут гладились. Такие вот диванчики. Хороший. Ну как хороший. Есть интернет, но нам хватает на Smart TV. Мы смотрели вчера. Вот, вот. Есть вот такие душевые. Чтобы зайти. Разбываемся здесь, конечно же. Вот. И можно посидеть тут. Чай, кофе пить. Вот. Ну, а здесь уже наша зона отдыха. Так, друзья, мы пришли на завтрак в другое заведение. Клуб Габиана называется. Прямо на пляже. Сейчас вам покажу кафе. Но мы пришли на завтрак, но он уже закончился, правда. До девяти часов здесь завтраки. Очень красивое место. И нам говорили, что здесь неплохая кухня. Можно пообедать, поужинать. Что-то, что-то красит. И вот, смотрите, какой вид. Пойдем, наверное, купаться сейчас. Здесь хорошо, но еду нет. Это нет. Ну, после девяти еды нет. Море. Я хочу море, а мне очень жарко. Я вообще уже устала от этой жары. Эти жарюки. Тут люди позанимали места, а людей нет. Вот так вот. Красота. Это наш, скажем так, завтрак. Какие-то пару булок и кофе. Это Ванька. Игровая комната там. Один. Одинешенек. Бедняга уже спрашивает. Ну, когда мы домой поедем? За садиком скучает. За друзьям. Зато жена довольная. На Мальдивах. Жена тоже домой хочет. Домой хочет. У нас в Египте такие же Мальдивы. На Райском острове. Вообще, один в один. Все тоже. Ну, да. Только нет растительности. Ну, да. Это вода. Это момент. А вода такая же березовая. И рыбки доживутся. Да и что вода? Вода березовая, потому что песок белый. Песок белый. Ты знаешь, что она чистая. На самом деле. Но ценник здесь в 3-4 раза больше, чем в Египте. Не дешево здесь жить. И вообще, друзья, очень тяжело. Вот так вот. По островам. По три дня. Еще с ребенком. Я знаю. Я бы сказал 5. 5-7 ночей. Я там вот так. И один остров. На какой-то резорт. Резорт. Жена говорит, на резорт. Но если на резорт, то за 5 дней хотя бы минимум 2,5 тысячи долларов. Плюс прилеты туда-сюда. Ну, считайте. Тысячи три с половиной четыре можно на неделю вложиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok